Дмитрий, а существуют ли какие-то советы, как не впасть в депрессию? Да, проще, конечно, говорить о профилактике депрессии, чем о ее исцелении, но я дам несколько советов. И начну с библейского текста, притчи 17-22. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. Веселое сердце. Сердце радостное, веселое. Написано, как врачество. Врачество — это излечение, врачевание. То есть веселое сердце, оно лечит, оно исцеляет депрессию и помогает в нее не впасть. Так вот, что может способствовать или повлиять на то, чтобы наше сердце было веселым? И вот несколько советов. Первое — это библейские ценности. По статистике, по всем исследованиям, уже давно подтвердилось, что человек, который исповедует такие здравые, общечеловеческие, библейские ценности, живет по десяти заповедям, у него намного устойчивее фундамент. Шансов скатиться в депрессию намного меньше. Хотя бы просто потому, что не нарушая божьи заповеди, он не впадает в чувство вины. Как минимум, хотя бы поэтому. Следующий совет — это маленькие и большие радости. Их нужно просто замечать и позволять их себе в жизни в рамках, как сказал я уже, божьих ценностей. Смех. Смех очень хорошо помогает, да. Ну и почему бы нет, да. Вот. Отдых, сон — вообще классная штука. Когда ты высыпаешься, ну тогда твой организм отдыхает, и на самом деле в пасть в депрессию уже шансов меньше. Поддержка семьи, друзей, малая группа, церковь. Все это тоже очень сильно помогает нам, ну как бы, сохранять наше душевное равновесие. Сбалансированное питание. Очень важно, потому что именно это помогает нам избежать биологической депрессии, нехватков разных питательных веществ, витаминов. Физические упражнения. Ой, это вообще бомба, это классная штука. И физические упражнения. Если вы подбираете в соответствии со своим возрастом, в соответствии со своими возможностями, это классно. Благодарность. Благодарность — это тоже очень серьезная вещь. Ее даже прописывают в качестве терапии, официально прописывают, выписывают, вести дневник благодарности. И когда ты ведешь дневник благодарности, ты формируешь в себе позитивное мышление. Это позитивное мышление помогает тебе исцелиться от депрессии. Ну уж точно помогает не впасть в эту депрессию. Даже такая вот вещь, как улыбка, считай, есть такая фраза или выражение «американская улыбка». Но даже когда ты улыбаешься через силу, вот эти импульсы, когда ты натягиваешь свое лицо в улыбке, вот эти импульсы передаются в мозг, и уже как-то его чуть-чуть позитивно настраивают. Твоя мимика влияет на твой мозг. Хотя обратно тоже, но вот так вот тоже происходит. Ну, конечно же, общение с Богом, прощение, доверие Богу — все эти советы, которые помогают человеку, ну, как бы соблюдать свой, так бы, как бы сказать, эмоциональный, поддерживать эмоциональный иммунитет. Вот такие советы, вот ими я готов поделиться.